В Ивановском спорткомплексе «Спартак» идет масштабная реконструкция. Капитального ремонта здесь не было с момента постройки, и многие помещения просто не отвечали нормам. Хотя этот спорткомплекс считается одним из самых крупных в регионе. В «Спартаке» 33 тренера свыше 500 спортсменов. Занимаются конькобежным спортом, легкой атлетикой, художественной гимнастикой, спортивной борьбой, боксом, пауэрлифтингом, дзюдо. Здесь четыре зала, везде продолжаются отделочные работы. Губернатор заглянул в каждый. Пока здание реконструируют, спортсмены тренируются в девятой спортшколе и дворце игровых видов спорта. Результаты высокие, рассказала директор Ирина Смыслова. Например, сегодня воспитанница «Спартака» Елизавета Крылова выступает на первенстве России по вольной борьбе. В прошлом году она стала победительницей первенства Европы. Низкий поклон всем нашим спортсменам. И, конечно, нам позор, что были такие ужасные условия. Но сейчас будет все исправлено и надеюсь, что всем спортсменам понравится. Было очень сыро. Сейчас окна все открываются автоматически. То есть не надо лазить наверх, чтобы открыть. С кнопочки открылись, кнопочки закрыли, проветрили. И самое главное, есть система вентиляции, потому что было очень душно, очень влажно. И вот эти вот грибки на стенах, это, конечно, такая беда была, что... Ну, это и вредно для детей, они же этим всем дышат. Поэтому большое спасибо. Ну, как? Готовитесь к открытию? Готовимся. Реконструкцию начали в 2023 году. По региональной программе «Спорт. Норма жизни. Нацпроекты. Демография». Она включает ремонт основного здания, пристроенного оздоровительного комплекса и тренажерного зала. Объект готов на 72%. Строители – на завершающем этапе. Подрядчик рассказал, приступают к покраске, устройству потолков, установке сантехники, финишной отделке. Здесь, как мы уже... Строители у нас любят шутить. Здесь все, как мы любим. Имеется в виду, что останутся только старые стены. Все остальное фактически заново возводится, как на многих наших объектах, типа «Главка», «Центр для одаренных детей Солярис», ну и на многих железнодорожный вокзал и так далее. У нас в целом в регионе сейчас, вы знаете, мы семь крупных объектов построили, но надо ремонтировать и старые, конечно. Сейчас строится еще один объект, он крупнейший в Центральной России, в этом виде спорта, имею в виду, творится водный вид спорта. Но «Спартак» – важный очень, важный спортивный объект. Я помню, сколько жалоб было. Поэтому здесь надо все сделать основательно. Уже заменены кровля, сети, коммуникации, сделанный фасад, эвакуационные выходы, установлена сигнализация. Построена входная группа, которой раньше не было. Здесь родители могут ожидать юных спортсменов. Завершить все работы планируют к концу лета. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».